Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу ТЦВ. Вот что так много одежды? Вот смотрите, что у нас. Самый великий день Йом-Кипур. Первосвященник, что описывается он делает? Одежду эту снял, эту одел и так далее. Более того, одежда, говорят Каббала, это вот наше тело, это одежда души. Поэтому не зря мы говорим об одежде в материальном мире. Каббала, кстати, очень много уделяет внимания тому, как человек встает, как одевается. Говорит, что это есть такие вещи, которых мы не понимаем. Давайте я просто в двух словах расскажу то, что написано в наших древних книгах. Первое. Вот одевать, знаете, много говорят родители, не одевай шиворот на выворот. Каббала очень четко говорит, когда ты одеваешь одежду шиворот на выворот, в том числе и, так сказать, не только внешнюю, там, рубашку, еще что-то, то ты привлекаешь или даешь силу нечистой стороне. Дальше. Говорится, что два предмета одежды, если ты одеваешь или снимаешь одновременно, ты очень сильно вредишь своей памяти и, опять же, привлекаешь нечистые силы. Обратите внимание, то же самое говорится и про нечистую одежду. А чему есть противоположность? Чистая, нечистая. И все это, так устроен этот мир, так оболочка этого мира устроена, что эти мелочи являются серьезными, мы их просто не понимаем. Написано, что порванная одежда, сейчас, знаете, это прям для современного мира, джинсы носят порванные, все порванные, но написано было за тысячу лет до этого, что порванная одежда привлекает нечистую сторону. Написана целая книга Кардавера, величайший каббалист, написал книгу «Гранатовый сад» о том, какой цвет одежды, как влияет на человека, какой лучше одевать и так далее. Женщины вообще, женщины одежда это вещи неотделимые, и они больше понимают в этом, больше чувствуют это внутренне. Более того, написано, что потребность женщины в одежде столь велика, как и в пище. Поэтому муж должен понимать, что, например, сделать жене подарок – это не одолжение, это то, что без этого не получится. Если мы говорим о семейных отношениях, написано в каббале еще очень интересная вещь, что пятница – самый опасный день для семейных отношений. Поэтому говорят каббалисты, что в пятницу очень важно, особенно в первую половину дня, очень аккуратно, есть две приметы на хорошую пятницу – это точить нож мужчине в основном и убрать всю паутину, потому что в каббале, вот есть такая лекция Раба Яковлова, которая подробнее об этом говорит, паутина, она как бы мистическим образом собирает, ну, как бы негативную энергию для того, чтобы потом вылиться в ссору. Давайте дальше. Написано в каббале, что одеваются сверху вниз, сначала верхнюю, потом ниже одежда, обязательно с правой стороны. Если ты хочешь правильные силы привлечь на этот день, ты должен одеть, да, вот так устроен этот мир, так говорит каббалан. Сначала одень правый носок, правую, и раздеваться наоборот, снимать с левой стороны. Поэтому, когда люди не верят во все это, они должны понять, что есть кроме нашего понимания, кроме нашего какого-то видения, есть совершенно другое, намного более глубокое. И этот мир первый, написано первый, причем снизу. И дальше человек идет, идет по ступенькам этого много-много раз. Знаете, был такой Раф Тухачинский, он рассказывал диалог близнецов в утробе матери. Вот они там находятся, и один говорит, ты знаешь, мы скоро выйдем из этого мира, вот, и там у нас перережут пуповины, и не будет, и там будет большой мир, мы будем ходить на ногах, дышать носом. Второй брат говорит, ты что, ты что, смотри, мы здесь живем, как только мы выйдем, мы умрем, там ничего нету. В том мире нет ничего, это все. Он говорит, нет, есть и так далее. То есть, бездоказательный для них внутри, но мы-то знаем результат. А теперь один рождается. Второй сразу думает, все, брат пропал, мой там, предположим, рождается неверующий брат. Мой брат пропал, все, все, все. А в это время в родильном зале радуются родители и акушерка. Этот мир намного сложнее, написали нам мудрецы, чем мы хотим себе представить. Он намного глубже, чем мы хотим себе представить. И очень многое поменяется для нас, если мы поймем, что это только первая ступенька. Смотрите, можно отмахиваться от чего угодно, но вот есть простые цифры, которые давал Замир Коэн. 40 миллионов человек имели контакты с умершими. Что в Танахе у нас есть? Откройте Танах. Там написано, что царь Шауль через колдунью вызвал пророка Шмуйля Дух и разговаривал с ним. То есть, это рассказывает нам, нам Танах рассказывает о бессмертии Духа. О том, что у человека есть что-то внутри, которое живет вечно. Рассказывается, как пришел пророк и так далее. Ты пришел из другого мира, из совсем другого. Но пришел, нам это описывают, рассказывают, что это есть. Но вот эти вот все вещи, начиная от простого одевания утром и кончая от того, что это глобально только первый шаг в громадной системе нашего путешествия по миру, и должен изменить наше мышление. Это все, нам в Танахе специально рассказывается об этом, чтобы доказать бессмертие души. А это уже самое правильное. Брахавы от слоха, давайте правильно разбираться в этом мире.